Открытый чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Рафи Исраиляна уже традиционный турнир, куда приезжают сильнейшие атлеты стран СНГ. В 2015 году капитан полиции погиб во время преследования пьяного нарушителя. Уже восьмой раз его братья по спорту приезжают в Барнаул, чтобы отдать дань уважения герою, который любил греко-римскую борьбу. В ней он нашел своих очень сокровенных и близких друзей, поддерживал их, и эта борьба его вела по жизни, и она очень помогала ему как в службе, так и в дружбе. Поэтому борьба это очень большое весомое значение имела для моего брата. Мемориальный турнир не считается подготовительным крупным соревнованием. Тем не менее, с года в год у него обширная география. В этот раз в турнире приняли участие 110 борцов из девяти регионов России. Все уже первенства чемпионата России прошли, все устали. Устали на выездах, нас поддержали судьи других регионов, поддержали наши турниры. Ну, соответственно, здесь спортсмены. Тоже такие смешанные команды. Как правило, есть в команде и лидеры, есть в команде и те, которые приехали просто пробороться, закончить итоговый год. Несколько лет чемпионат носит международный статус. В Алтайский край приезжают атлеты из Казахстана и Киргизии. Таким образом, турнир становится противостоянием двух школ греко-римской борьбы. У них больше действия, приемы, идут захваты, а у нас больше физика, функционалка, поэтому они не справляются с нашим темпом, а у нас ребята зачастую не справляются с их техникой. Кто свое навяжет, тот победил. Эффективнее оказалась техника алтайских борцов. Хозяева соревнований завоевали 14 медалей, 4 золота, 2 серебра и 8 бронзовых наград. На втором месте оказались соседи из Новосибирской области, у них 10 медалей. На третьем – борцы из Казахстана, которые завоевали 5 наград. Вадим Слюсарев, Глеб Полянский, Антон Еноткин. Новости.